Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4. Это Let's Play Toddler и Семейка Walker 3 серия. Добро пожаловать в прошлой серии. Наши Дженни с мамой ходили гулять в парк и вот вечером уже вернулись целый день. Гуляли, нагулялись, вернулись уставшие, голодные. Так что нужно нам ребенка покормить. Давайте дадим Дженни какую-нибудь еду, пусть скушает йогурт, но и маме тоже нужно подкрепиться. Рита у нас беременная, у нее пока еще первый триместр беременности, но уже животик виден. Папа у нас вернулся с работы. Джек сегодня отработал, но повышение пока он не получил, но зато уже неплохо продвигается по работе. Я думаю, что еще раз или два он сходит на работу и получит повышение. У нас уже вечереет 8 часов вечера. Я думаю, что семья сейчас покушает и Рита уложит нашу малышку спать. Давайте посмотрим, какие у нее потребности. Ее нужно будет отвезти на горшок и еще немножечко искупать. Посмотрите, у нее гиена и естественная нужда понижены. Ну и, конечно же, ребенку уже пора спать 8 вечера. Самое нормальное время для того, чтобы начинать укладываться спать. Так, папа у нас поел быстрее всех. Давайте мы его отправим составлять... Правильно, посудку помой за собой. Да, это хорошо, помогай жене. Давайте отправим его составлять отчеты, потому что завтра у него рабочий день, я думаю, да? Да, до работы ему 12 часов и нужно, конечно же, подготовиться к работе. Раз он хочет получать повышение, то ему нужно стараться. Женни наша покушала и надо бы ее на горшочек отвезти, а потом искупать. Вот, горшочек у нас, слава богу, чистый. В прошлой серии все убрали. Вот, так что, Женни, давай, вылезай, вылезай из своего стульчика. Видишь, маме тяжело, мама беременная, так что ты маму жалей. Скоро тебе будет весело, скоро появится братик или сестричка. Я не знаю, кто у нас будет, но я надеюсь, что не двойня, потому что, если это будет двойня, это будет просто дурдом, потому что я не знаю, как справиться вообще со всем этим. Очень сложно с маленькими детьми, потому что они сами мало что умеют, несмотря на то, что в Sims 4 дети относительно самостоятельные, все равно очень сложно. Вот, смотрите, уже выбилась из сил у нашей Женни. О, второй уровень навыка пользования горшком. Женни теперь может ходить на горшок, то есть она сама теперь будет. Мы ее приучили, ничего себе в жизни бы так быстро. Она научилась уже ходить на горшок, это просто супер, замечательно. Так, нам можно ее искупать, а можно сразу уложить спать. Она, по-моему, очень сильно спать хочет. Давайте, наверное, мы ее сразу уложим, а искупаем уже завтра с утра. А, кстати, я хотела вот сказать, ой, у Риты тоже очень быстро падают потребности, потому что она беременна, беременные симки, они очень часто бегают в туалет и очень часто бывают голодные, так что ей нужно тоже следить за своими потребностями. Я прислушалась к вашим комментариям, я всегда прислушиваюсь, и очень интересный такой комментарий прочитала, почему бы не создать нашей семейке бабушку и дедушку. Замечательный совет, я ему последовала, и у Риты теперь есть мама и папа. Они живут в соседнем городе, вот я создала ей родителей, по генетике, естественно, чтобы она была на них похожа. Брэдли Фишер и Нора Фишер, это ее мама и папа, они живут в городе Винденбурге, в частном секторе, в таком деревенском районе, и у них такой деревенский домик, обязательно к ним съездим в гости, я надеюсь, что даже в этой серии. Так, давайте мы почитаем Дженни книжку на ночь и уложим спать. Да, Дженни, завтра уже будешь гулять, завтра будешь мир исследовать обязательно, но сейчас пора баиньки, потому что уже 10 вечера, а ты все еще на горшке сидела. Она, наверное, час сидела на горшке, но главное, что теперь она сама научилась пользоваться горшком. Давайте кликнем на Дженни и посмотрим. Да, теперь смотрите, сходить на горшок у нее есть действия, то есть она уже может ходить на горшок сама. Так, мама уже в туалет сильно хочет, но нужно читать сказку ребенку. Приходится читать, читает про каких-то драконов, про царей. А Дженни спокойно, видите, даже как-то не особо хнычит, сидит, слушает. Давайте посмотрим, папа досоставлял отчеты или нет. Папа сидит, старается за компьютером. Что там с отчетами? На 75% готов у него отчет на завтра. Давай, старайся, чтобы повышался и чтобы мог обеспечить нашу семью, чтобы мы покупали новые дорогие вещи и все было хорошо. Так, все, ребенок заснул, наконец-то Дженни уже спит. Так что Рита может сходить в туалет и, наверное, тоже завалиться спать, потому что она безумно устала. А завтра у нас вторник. Наверное, мы Джейку возьмем в выходной и съездим в гости к бабушке и дедушке, потому что, мне кажется, Рита, узнав о том, что она беременна, она узналась сегодня с утра. Вот, она, конечно же, хочет об этом поделиться. Кстати, мы мужу так и не сказали, господи, мы мужу не сказали, что она беременна, он же халат, одел, спать собрался. Подожди, мы сейчас тебе новость расскажем, давайте его разбудим. Вот, забыли мы ему рассказать, потому что он уже был на работе, когда Рита сделала тест на беременность, попросить показать на... Ты что, вообще, давай рассказать главные новости, просыпайся, сейчас тебе новость расскажут, что тебе теперь придется работать на четверых, а не на троих. Вот, ну, по-моему, он рад, да. Новость хорошая, ну, давайте сделаем им в уху, и пусть ложатся спать, потому что вечер, полночь, завтра на работу, я думаю, что Джейк не пойдет, он у нас возьмет отпуск, мы позвоним на работу, отпросимся. Не отпросимся, а возьмем официальный отпуск, потому что у него есть три дня. Вот, мы можем их использовать, так что отправимся завтра к бабушке и дедушке, потому что Рите не терпится рассказать об этом всем. Она рассказала мужу и уже хочет рассказать своим родителям о том, что скоро у нее родится еще один ребенок. Вот, посмотрим, что там наша Дженни. Ну, а Дженни спит, видит в себе сладкие сны. Это замечательно, что дети не просыпаются ночью. Вот, например, как младенцы в Sims 4 могут просто проснуться среди ночи и плакать. Все-таки Тоддлеры это уже более взрослые дети. Они не просыпаются, не груднички. Ну, те, которые совсем маленькие, которые в колыбельке лежат, они часто по ночам просыпаются, могут родителей разбудить несколько раз за ночь. То Тоддлеры все-таки в этом плане с ними полегче. Но зато другие проблемы с ними. Так, все, пошла быстрая промотка. Главное, мне вот что понравилось, что Тоддлеры, а Дженни без... Что, подождите, что такое? Дженни беззащитная малышка, а попечитель и другие персонажи в семье должны о ней заботиться. А, мы ее не искупали. Она грязная, и нам предупреждение пишет, что мы должны лучше заботиться о ребенке. Вообще, впервые слышу, что социальные службы беспокоятся гигиеной. И я думала, что их только интересует... Ну, в Sims 2 и в Sims 3 их интересовал досуг, по-моему, общение. Общение их интересовало, и голод, конечно же. Да, нужно будет обязательно Дженни искупать. Давайте сделаем это с утра. Просто вечером она настолько спать хотела, что зачем ребенка полусонного купать? Лучше пусть ложится спать, а утром уже проснется и покупается, и все будет хорошо. Так, давайте поставлю на быструю промотку. Кстати, я так и не поняла, почему мальчика этого нет дома, но я придумала, как мы решим эту проблему, как мы его в гости к себе пригласим. Если мы приходим к нему, а его нет дома, то мы тогда его к нам будем приглашать с мамой вместе. Будут, наверное, Рита дружить с мамой этого мальчика, ну, с девушкой, с которой мы прознакомились в прошлой серии. Вот Кэтрин ее зовут, у нее есть мальчик, но мальчика дома не оказалось, поэтому мы будем Кэтрин приглашать с малышом к нам домой, вот, чтобы Рита с ней пообщались, и тогда наши Дженни с мальчиком смогут общаться. Так, значит, ты сегодня у нас берешь выходной взять отпуск, да, нет-нет-нет, не отправиться в отпуск, мы не едем в отпуск, просто ты берешь выходной день, вот, Рита, давай, просыпайся. Боже, Рита, сегодня у нас, она беременная, она с утра себя плохо чувствует, давайте мы, наверное, ее пойдем покормим, вот, пусть покушает. А папа, так как у него выходной, он немножко займется ребенком, да, понял, просыпайся, то есть он уже проснулся, давайте пусть он пойдет и искупает нас у Дженни, правда, Дженни еще спит и видит сладкий сон, но пора бы ей уже просыпаться, давайте папа ее с утра отведет на горшок, и нужно бы ее нам искупать, вот, приучать Дженни к горшку. Кстати, несмотря на то, что мы ее приучили, нам написали, что у нее второй уровень, все равно есть это действие, скорее всего, от этого действия просто Дженни сама будет быстрее ходить на горшок. Так, сейчас они сходят на горшок, и мы искупаем, ой, у нее плохой мудлет, грязь, низкий уровень гиены, грязь, обязательная составляющая жизни любого малыша, но иногда не помешало бы и помыться. Ну да, это правильно, конечно же, ребенка нужно купать, сам он искупаться не может, так что родители обязаны ему в этом помочь. Видите, зеленый дымок от нее идет, пованивает немножко, сейчас мы ее искупаем, и все будет хорошо. Ну а мама сидит, наверное, у нее токсикоз, не знаю, что-то с кислой миной, плохое очень у нее самочувствие, замусоренная обстановка, видите, запахи повсюду, зеленые, все воняет, у нее токсикоз, да, Рита просыпается, чувствуя себя прискверно, будто что-то мечется внутри, в общем, ужасное у нее самочувствие. Я думаю, что выезд в другой город на один день на природу ей помогут, поедем к бабушке с дедушкой, она там, может быть, немножко отдохнет, посмотрим, насколько бабушка с дедушкой захотят сидеть с ребенком. Вот, ну я думаю, что захотят, они, я думаю, что внучку знают свою. Так, все, на горшок мы сходили, так что теперь, папа, иди и искупай ребенка. Мы еще ни разу не купали Дженни, давайте посмотрим, как купают малыша, тоддлера в ванной. Давай, соглашайся, сейчас папа тебя возьмет на руки и искупает. У нас сегодня папа за маму решил помочь своей жене, ну или она его попросила, что-то он с недовольной рожей. А, у него плохой мудлет от того, что старые вещи, он практичный персонаж, и он любит, когда вокруг много новых вещей. В городе проходит фестиваль Умникон. Ну, на фестиваль, ребята, мы не пойдем, потому что Дженни там будет неинтересна, она еще совсем маленькая. Но вот, когда она станет ребенком, то я думаю, что она сможет уже отправляться на какие-то такие фестивали, интересные мероприятия, праздники в городе, вот, вместе с родителями. Но когда уже пойдет в школу, а пока я думаю, что она слишком маленькая. Так, я думаю, что ей понравится, тем более, что дети могут принимать в них участие. Вот, и это будет очень хорошо для нее, но это уже когда она повзрослеет немножечко. Так, уточку берет, видите, папа ее мочалкой моет, пеной намыливает. Все, у Дженни почти хорошие потребности. Папа, ну что, ты покормишь ее или ты сам устал? Нет, папа у нас сам устал, хочет в туалет. Давайте мы, у мамы уже более-менее хорошие потребности. Давайте, наверное, мама возьмет еду для Дженни и ее покормит. Дженни, пойдем, пойдем пешком. Папа в туалет собрался, она хочет с Мишкой поиграть. Так, давай-ка ты пойдешь. Кстати, есть такое очень интересное действие. Пока мама будет тебе давать еду, ты у нас немножечко поиграешь. Я обнаружила, что дети могут играть очень так интересно с разными предметами. Так, папа уже сходил в туалет? Я думала, что при детях они в туалет не ходят. Вообще, при взрослых детях не ходят. Да, токсикоз, токсикоз у Риты, видите? Рвота, в общем, самочувствие у нее прескверное. Давайте отправим все. Хоть самочувствие прескверное, но ребенка кормить надо. Так что пусть, наверное, пойдет и возьмет еду для Дженни. А Дженни, так, что у нас тут есть из еды? Сырные крекеры. Давайте сырными крекерами ее покормим. Вот, вот такое интересное есть действие у детей. И они подходят к столешнице, то есть к тумбочке на кухне. И достают оттуда сковородку. И начинают буянить. Я думаю, что тут, видите, пыль, дым такой. Но мне кажется, на самом деле, звуки просто ужасные. Как это можно выдержать? Я не знаю. Но детям очень-очень нравится. Вот так они шалят. Так, но пора бы уже покушать. Как бы нам ее покормить? Потому что, мне кажется, Дженни сама не дотянется. Ты дотянешься? Это у нас, конечно, самостоятельная девочка. Но я думаю, что ты не залезешь. Залез? Ничего себе! Посмотрите, она сама достала. Ну, это классно. Тогда она покушает и отправимся к бабушке с дедушкой. Мама может пока пойти по-быстренькому искупаться, принять душ. Папа сразу же побежал чинить унитаз. Мама забила его своим токсикозом. Рвота у нее была. Папе приходится теперь его чинить. Я надеюсь, что он еще его и помоет. Пока у нас денег нет, нанимать уборщика. Я думаю, что в этой семье мы не будем это делать. Рита будет сама справляться. Ну и муж будет ей помогать. Так что не будем мы расходовать на это деньги. Будем копить, чтобы покупать дорогие предметы. Тем более, когда родится второй ребенок, будет необходимо очень много всего. А пока у нас только 700 миллионов. Так, папа уже пришел. Хочет почитать, просматривать книги хочет. Он довольный. А почему бы и нет? Сегодня он в отпуске. У него выходной. Расслабился. В халате ходит. Ну, сейчас поедешь к тещи и к тестью. Так что не расслабляйся. Не будешь ты целый день ходить в халате. Так, Рита уже по-домашнему переоделась. Посуду моет. Но это правильно. Надо посуду помыть, чтобы потом, когда приехали мы с гостей, чтобы дома было все чисто. Так, что тут Женя, ребят, у нас кушает. Но я не вижу, чтобы у нее поднималось питание. Уже очень медленно оно поднимается. Да, вот, Крэкер взяла это на печенье и кушает. И мама решила выпить водички или молока. Что там она пьет? По-моему, молоко или воду я даже не вижу. Мне даже интересно стало, что она пьет. В общем, она уже выпила, и я и не узнаю. Нет, воду она пьет. Воду, молоко более белое. Да, плохое у нее самочувствие. Ожидает она ребенка. У нее, кстати, наверное, уже второй триместр. Потому что сутки уже прошли. Да, третий триместр через 24 часа. Живот у нее стал еще больше. Через 24 часа у нее будет третий триместр. И через 48 часов она уже будет рожать. Так, все, ребята, у нас уже час дня. Поэтому берем трубку и отправляемся в гости. Вот, поедем мы. Ну, давайте возьмем с собой, на всякий случай, бабушке и дедушку. Чтобы они точно уже были дома. И чтобы никуда не запропастились. Все готовы присоединиться к вам. И даже Дженни. Все вместе отправляемся в город Винденбург. Они у нас живут в Винденбурге. Семейка Уокеров у нас живет в городе Ньюкрест. А... О, у них семья называется Лукины. Потому что здесь раньше жили симы с генерированной игрой. Но я их выселила и поселила сюда эту семейку. У них такой деревенский домик. Сейчас вам покажу. Надеюсь, понравится. Этот домик я построила еще два года назад. Когда вышло дополнение в поход. Я не делала летсплей, не дополнение, а игровой набор. Когда появился игровой набор в поход в 2015 году, я построила этот домик. Потому что думала, возможно, будет у меня летсплей на эту тему. Но потом как-то с летсплеем не сложилось. Не стала я делать летсплей на дополнение, на игровой набор в поход. Но домик так и остался. Вот давайте я вам его покажу. Они у нас живут, ну, будем считать, что в какой-то, ну, вроде как в деревне. Потому что я... Почему выбрала Винденбург? Потому что это самый такой зеленый город. И он... Вот этот район очень напоминает сельскую местность. То есть где-то в лесу, ну, не совсем в лесу. В общем, где-то в такой сельской местности у них вот такой вот домик. Перед домом у нас здесь клумбы для того, чтобы тут можно было цветы посадить. Что можно еще овощи разные, фрукты садить, деревья растут. Очень мне нравится эта штука. Не знаю, нравится или нет. У них в доме кухни нет. Они кушают на улице. Кстати, я убрала мод на зиму. Вот. Так что теперь кушать на кухне будет очень актуально. Потому что погода хорошая, солнечная всегда будет. Вот. У них кухня вроде как на улице. И кушать они будут здесь. Дедушка будет у нас увлекаться столярным делом. У него тут стол свой специальный. Ну, и домик вот такой вот деревенский. Давайте покажу вам здесь у нас гостиная. У них нет телевизора. А, нет, есть телевизор. Простите, есть телевизор. У него просто редко включают. У них камин. Вот такая вот немножко староватая мебель. Шахматы стоят. Душ, видите, деревянный. Ну, вообще, это душ для улицы. Ну, мы его поставили домой. Это спальня бабушки и дедушки. И детская комната. Специальная комната для Дженни. Ну, я думаю, что сначала, наверное, Рита жила в этой комнате. Потому что она их дочка. Вот. И здесь теперь стоит детская кроватка для Дженни. Мишка, горшок. Ну, в общем, все, чтобы ей было комфортно здесь играть. Я думаю, что мы будем общаться. Слушай, Рита, ты что, вот так вот по городу ехала? Это одежда? Я же тебе говорила, это домашняя одежда. Давай, ты у нас приехала в гости. Ты должна была приехать, да, вот в этой одежде, в костюме. То есть более как-то прилично. Рита говорит, я беременна, мне плохо. Какие приличия? Ой, нужно было с собой взять что-то покушать. Мы еду с собой, к сожалению, не взяли. Вот, нужно было взять что-то покушать, чтобы было здесь поесть. Потому что симы могут нас не покормить. В Симе с 4, да, есть такой прикол, что они как-то сами нам не предложат поесть. Но если мы начнем у них готовить, им это не понравится. В общем, ну, я думаю, что Дженни покормить можно. Правда, у нее сейчас нормальные потребности. Не нужно ей ничего делать. У нас тут игрушки, да, лежат на улице. А бабушка сразу побежала собирать. Говорит, что это игрушки на... Это, наверное, дедушка игрушки вынес на улицу, чтобы ребенок играл на свежем воздухе. А бабушка говорит, сейчас их кто-нибудь утянет. Или, я не знаю, там испачкаются. Пусть лежат на месте. Вот. Умная. Ну, давайте мы возьмем какую-нибудь... Там, по-моему, еще что-то осталось. Я две игрушки. Ага, бабушка все прибрала. Не успеешь тут. Ну, давайте дадим задание, чтобы играла у нас с игрушкой Дженни. Вот она идет потихонечку, как может. К бабушке и дедушке в гости приехала. Кстати, потом дадим задание, чтобы она и с бабушкой, и с дедушкой пообщалась. Вот. Ну, а Рита, я думаю, что пойдет и приляжет немножко. Или может с мамой посидеть, посмотреть телевизор. Да, давайте дадим им действие смотреть канал. Или, да, смотреть какой-нибудь... Вместе нельзя смотреть канал, зато вместе можно смотреть фильм. Вот, давайте отправим их с мамой смотреть фильм. Смотрите, что делает наша беременная Рита. Она совсем с ума сошла. Она решила соорудить что-то. Я не знаю, что-то... Смастерить из дерева. Очень странное поведение. Я, кстати, думаю, это у нас же не челлендж какой-то, не династия. То есть, это обычный летсплей. Может быть, мы иногда будем переключаться на бабушку и дедушку. И вот подселять к ним на денек на одну серию Дженни. Чтобы они могли там оставить ее у себя. Чтобы она у них погостила. Вот. Ну, а папе дадим задание, чтобы он с дедушкой поиграл в шахматы. Почему бы и нет? Пусть поиграют. В общем, а Дженни будет ходить и развлекать себя чем сможет. Что найдет. Ну, у нее отличные потребности. Кстати, она может залезть и тоже попытаться посмотреть телевизор. А, не. Она хочет сесть хорошо. Если ты хочешь сесть на этот диванчик. Тут два диванчика. Так что садись. Все. Она передумала. Она передумала. И хочет посмотреть вообще, что здесь. Да как. Вот. Она хочет посередине сесть. Очень интересно наблюдать за малышами. Пока все новое. Так долго их ждали. Два года их не было в игре. Были дети сразу школьниками становились. Рождались. Были маленькими. А потом сразу становились школьниками. Так. Это у нас... Это у нас по телевизору показывает какое-то ограбление. Громко. Сирена мигает. А, да. Мы главные новости-то рассказали. Рита, мне кажется, должна сейчас как бы промежду прочим рассказать о том, что она ждет второго ребенка. Но, мне кажется, бабушка, она в очках. Она видит. Она заметила, что у Риты уже большой живот. И я думаю, что поняла. Но все равно сделаем это действие. Ну и дедушке, конечно, тоже расскажем. Дедушка у нас играет с Джейком в шахматы. Пусть играют. Вот. Чем им еще заняться? Я вообще думаю, что бабушка и дедушка будут садоводством заниматься. Я изначально этот летсплей, когда хотела делать летсплей по игровому набору в поход, планировала создать вот такую деревенскую семью. Детей им создать. Что вот они живут в деревне, ухаживают там за садом. Такой у них деревенский домик. Но как-то не сложилось у меня с этим летсплеем. Зато в этом летсплее, в летсплей тоддлеры, они у нас засветятся. И будут уже бабушкой и дедушкой. Ну, то есть не они засветятся, а их домик, который я построила. Так, у нас, кстати, девочка, видите, с машинкой играет. Да? Это я, наверное, выбрала ей машинку. Можно было в Мишку выбрать там или какую-то другую игрушку. Но Дженни у нас предпочла машинку. Вот. Это даже, по-моему, не машинка, а автобус какой-то. Ну, в общем, какая-то большая машинка. Но ей нравится. Давайте еще походим, посмотрим, что тут у бабушки и с дедушкой есть в доме. Чем тут можно занять себя. Все, скажем, машинка мне надоела. Попробуем поиграть с Мишкой. Посмотрим, что это. Да? Пока взрослые смотрят телевизор. Я думаю, что Дженни с телевизором не очень интересно. Ой, дедушка с папой куда-то уже убежали. Да, все, поиграли в шахматы. Хватит, решили они. Ну, кормить, я так понимаю, нас не будут. Вот. К сожалению, мы не можем к ним залезть в холодильник. Ну, то есть, как бы у них в холодильнике ничего нет. А это очень плохо. А может быть, мы можем сами что-то перекусить? Если бы могли, то это было бы очень неплохо. Ну, давайте попробуем взять чипсы. Может быть, они ругаться не будут. Вообще, нужно было изначально нам что-то с собой взять. Покушать, чтобы можно было покормить всю семью. Так, что это? Лепетать. Давайте попробуем лепетать. Какие действия у детей к этим большим игрушкам? Я, кстати, к нам большую игрушку не покупала. Я думаю, что вот, может, на день рождения или... Ну, потом купим мы тоже большую игрушку. У нее повышается навык вообще ударить, обнять. Ну, давайте обнимем мишку. Дженни теперь может обнимать и ударять других персонажей. Она же, и она также может с помощью взрослых изучать животных по дидактическим карточкам. Ну, отлично. Обязательно поизучаем животных по карточкам. Но немножечко позже, пока нам... Давайте сходим на горшок. Ой, она хочет с дедушкой. Дедушка хочет с ней пообщаться. Дедушка пришел. Давайте с ним пообщаемся на ручке. Ну, дедушка кушает. Давайте играть. Говорить про любимые... Давайте обнимем. Вот мы можем сами к нему действия делать какие-то. Помощь. А, можно попросить его там покушать, чтобы он дал или искупал. Действия. Командный центр. Так, смотреть, говорить про любимые цвета. Показать игрушку Брэдли. А, Брэдли. Это дедушку зовут. Я думала, игрушку Брэдли какую-то. А, она показывает игрушку. Говорит, дедушка, я у вас нашла в сундуке какую-то машинку. А, ну, она вообще еще говорить не умеет. Но она объясняет. Прижать к сердцу давайте дадим действия. И... Ну, я думаю, что дедушка не будет с ней по карточкам заниматься. Ну, вот поговорить просто. И на ручки взять, я думаю, что может. Почему бы и нет. Кстати, вместе они могут в кубики играть. Да, помочь с кубиками. Вот, она может попросить, чтобы дедушка с ней в кубики поиграл. Ну, папа тут как бы пришел, смотрит, что дедушка вполне справляется с ребенком. Может пойти дальше немножко отдохнуть. Кстати, Рита, как у нее там потребности? Ну, в принципе, потребности очень даже неплохие. Где там... Ну, все. Вот этот вот, ребята, столярный станок. После какого-то... После какого-то из обновлений он просто стал, я не знаю, самым важным предметом в доме. Все симы у меня вот в династии бегут что-то мастерить на столярном станке. Хотя раньше использовались сами по себе его крайне редко. А сейчас прям вот так и тянет их. Или что-то... Да, и смотрите, Джейк тоже решил говорить, не, вы не умеете. Я сейчас буду строгать и сделаю какую-то очень интересную штуку. Так, ну что, вы будете с дедушкой в кубики играть? Да, Джейн говорит, дедушка, давай в кубики с тобой сыграем. Что-то она рассердилась. Ой, усталость. Она уже спать хочет. Кстати, мы можем ее на эту кровать уложить? Спать, да. Мы можем уложить ее спать. И можем кликнуть на маму, чтобы она уложила ее спать. Но я думаю, что мы не будем сегодня здесь оставаться на ночь. Конечно же, нет. У нас уже почти 7 вечера. Видите, потихонечку уже темнеет. Уже даже солнца нет. По-моему, да, солнце зашло. Потихоньку темнеет. Я думаю, что мы сейчас отправимся домой. Кэтрин идет. Наша соседка. Вот наша соседка. Я с ней обязательно хочу, чтобы Рита наша дружила. Думаю, будем приглашать ее к нам домой вместе с ее ребенком, чтобы они к нам приходили, и чтобы Дженни дружила с этим мальчиком. Так, ну что же, мы будем прощаться. Пукнула. Пукнула Дженни. Мы будем прощаться с бабушкой и дедушкой. И приглашаем их в гости. В общем, чтобы они приходили. Я думаю, что они будут к нам наведываться. И мы будем иногда к ним тоже приходить. Видите, настолько уже стемнело, что включили они уже свет на улице. Очень темно. Поэтому пора возвращаться домой. Все, Джейк, бросай свой столярный станок. Все... Нет, мы дедушку с бабушкой брать не будем. Берем Риту, берем Дженни и отправляемся домой. Я буду на этом заканчивать серию. Так, мы живем в Ньюкресте. На этом буду заканчивать серию. В следующей серии даже не знаю, мне хочется пообщаться все-таки с тем мальчиком. Так что постараемся пригласить его маму с ним к нам домой. Все, ребята, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!